Но он за всем этим может допускать глупые ошибки, которых обычно не допускает человек в тренировках. Довольно часто происходит у новичков. Ну, ты знаешь, мне кажется... Говорят, что не Сливка волнуется от Ланов, а Ланы волнуются от Сливки. Будем надеяться, что окажется именно так. По поводу вот волнений и того, как оно будет мешать, мне кажется, хорошо, что у Сливка как раз вот такие специфические заготовки. Заготовки именно под оппонента, где главное ему просто сконцентрироваться и пытаться не делать ошибки. И если бы он играл макро, то в этом плане было бы все куда сложнее. То есть там много механических моментов, много моментов с принятием решений. А здесь просто вот исполнить свою заготовку и там волнение, не волнение. Буквально вот в течение каких-то 50 минут нужна максимальная концентрация. Будем надеяться, у Сливка это получится. Поехали. Так, Алекс, первый сет. Я комментирую, ты утешаешь Майкера. Второй сет, ты утешаешь Майкера, я комментирую. Окей, кстати, предлагается в первом сете отключить просто Олсим. Его настроим нафиг. Нет, Майкер, да ты понимаешь, что ты был в таком состоянии, даже когда Сливка выигрывал. Что случилось отключить меня? Это ты очень сильно нервничал? Я-то очень сильно за Сливку так... Нас поправили, что это третий турнир для Сливка после ЕСФ и ЕСВЦ. Вот так. Ну, в общем, будем надеяться, что у Сливка все получится, что он справится. Поехали, давайте смотреть. Слушайте, у нас с Светами все в порядке в этой игре. Да, Сливка красный, Red, синий, это замечательно. Оверлорды друг друга разведали, и сейчас Сливка надо халявить. Как можно сильнее. Посмотрим, посмотрим, как будут развиваться дальше события. Конечно же, вот, когда играется некорейская ЗВЗ, когда вот оверлорды целуются друг с другом, то это означает, что вся полнота ответственной информации есть, и, как правило, там некорейские зерги устраивают друг другу похохотать в виде там 16-й хаты, потом какого-то 18-го газа, 18-го пула. Ну, это, конечно, образно, но, в общем, конечно, халявят все по максимуму. Меня Брюс только что поправил, кстати, привет всем от Брюса, что это третий турнир Сливки, он был еще на ИЕС, в ИЕС-ТС, и вот, собственно, ИЕМ. Алекс, тебя никто не слушает. Алекс, прям слово в слово в слово. Ты поверишь, Майкер, но... Я действительно очень часто отвлекаюсь. Мы с тобой в чем-то похожи, не только в том, что нас с тобой поправил Брюс абсолютно одинаковыми словами, мы с тобой еще и похожи в том, что мы почти одинаково это озвучили. Вот, вот, буквально, действительно, слово в слово, и даже одинаково почти оговорились, вот, в ИЕС-Ф, вот, какой-то такой турнир. В общем... Смотрите, как Ред отстает по пулу. Это ему сейчас будет в плюс, потому что он дронов больше, похоже, сделал. Или просто... Почему такой поздний? Плюс один максимум дрон у него. И то разница будет исключительно в том, что этот дрон сумеет четыре ходки лишние сделать, а то у Сливки пока этот дрон строится. Тут вопрос будет в взрыве бейлинга на десять собак. Вот такие вот темы. А то, что там двадцать минералов успеет один дрон принести, это... Это сегодня первый в StarCraft, где один линк был потерей существенной, где один дрон решал очень многое. Или еще не отточили до такого левела? Тут еще со стратегиями, с шаблонами до пятнадцатой минуты вопросы большие. Да не, ну здесь, мне кажется, знаешь, Майкер, здесь дело не в том, что отточили, не отточили. Когда в игре появляется масс-демедж юнит, такой как бейлинг, да, это существенно сменяет вообще ход игры. То есть, если бы в Бурдваре тоже был юнит, который может убить больше, чем одного юнита, скажем так, да, почти такого же по цене и по... Ну, стадии игры, на которой он появляется. В принципе, микроконтроль мута с коржи и собаки-бейлинги, он, ну, то есть, что-то общее в них есть. Плэша нет, но и там, и там можно отконтролить. Правильно же? Собаки с мута против бейлингов. То есть, просто ошибок не надо совершать. И до определенного... Ну, в определенный момент, скорее, наверняка, там, это уже гораздо все чище в плане количества ошибок. Все придет к тому, что грубо... грубых взрывов больших не будет. Люркер может убить? Боже мой, не может быть, друзья. Люркера видел последний раз, полгода... год назад, в полуфинале... в полуфинале МСЛ, когда играл Грейд против... Опа, телефончик. Не отвлекайся, пожалуйста. Опа. Не отвлекайся, говорю. Нет, это непрофессионально. Хорошо, как скажешь, как скажешь. Без вопросов. Ну что, ждем фаст-люркеров, да, сейчас в исполнении? Кого-то. Выходит, что так. Знаешь, это замечательный момент. Кстати, вы знаете, что Ред говорил о том, что он очень соскучился по люркерам, и пора их добавить уже, наконец-то. Вот прям вот было в интервью с Кармаком, перед тем, как он играл свой первый сет против Дагкона. Пусть кастомы играет, знаешь, там сколько разных есть вариантов. Там, БВ, например, реализовали. Ну ладно, смотрите, Беллинг Нев стоит с другой стороны. В принципе, абсолютно стандартный у нас пока. Стандартный сценарий развития событий. Сливка немножко позже поставил Санку, но это, конечно, не особо скажется, потому что, понятное дело, не успеет там за это как-то прям наказать оппонент. И вот сейчас очень интересно, как будет действовать Ред Сливка. Сейчас начинается самый такой тонкий момент, когда Ред начнет прятать Бэйнов, аккуратненько взрывать рабочих, и Сливка, как мы уже отмечали, надо быть максимально внимательным. Ну вот побежали две собаки, кажется, за третью базу как раз. Там висит оверлорд, Беллинги, а, и проверяет Сливка, красавчик, слушает стрим. Сливака, привет. Нормально все у него. Чекнул псов, увидел, понял, ага. Слушайте, заготовка странная, у Сливки плюс два газа пошло. Это явно не похоже на то, что он будет делать какой-то пуш с плюс один роучами. Уж много газа сильно он будет сейчас добывать для этого пуша. На самом деле, для пуша с плюс один нужно делать три газа. И, в общем-то, на какой-то стадии игры можно другие немножко таймги сделать. Но что касается Сливка, я бы отметил, что Ред ставит третью локацию. Это означает, что Ред, соответственно, в Муталисков не идет. И против... Ох, ну вот так, так, рассказывай. Ну, не-не-не, все, обошлось. Я слоу, просто я слоу, потому что я на 240. Ты знаешь, Майкер тоже, как оказалось, на слоу. Давайте, наверное, если что-то будет происходить, я буду вам об этом сообщать. Ты кричи, кричи. У меня сейчас 7.45, 4.6. Ты на 720 переключился, да? Ну да, ну потому что качество здесь значительно лучше, чем... Понятно. А у тебя сейчас... Сейчас я на 720 тоже переключусь. 8.02, 3.4. О, ну ты сейчас впереди, но я думаю, что я тебя догоню быстренько, поэтому это не страшно. Роучис плюс один. Роучис плюс один. И по таймингу у них получается роучи более-менее близко. Только Рэд зачем-то заказывает 10 собак и, естественно, заказывает рабочих. Хворкер-супплай у него уже ужасен. А Сливка будет давить третью базу, действительно. Рабочий больше не строит. Хороший момент, конечно. У него и чуть раньше будет плюс один. Посмотрите на продакшн таб. Там где-то секунд 15 игровых он впереди. И... Сливка прячет, очевидно, он будет пушить. Ссяп вот прям вот-вот. И там лэйр. Отлично. Хороший момент. Хороший. А если ты еще придешь и в эволюши не плюс один отменишь, это вполне можно сделать. Тут даже роуч Варен можно отменить, ты знаешь, если не будет дотекания роучей. Слушай, там 16 роучей на ноль. Ну, сейчас дотекания, ну, то есть, должны быть заказаны. У Сливки прям оптимум ровов. Больше ему сейчас не нужно. С двух локаций, с трех газов. Вот. Ну и пошло 11 роучей. Успеет ли, хватит ли Рэду с... Точно, нужно убить плюс один. Плюс один, самое главное. Вот Сливки, если он увидит эволюшин делающийся, взять, отстрелить его двумя-тремя залпами. Самое главное. Потом Сливки все рассыпятся у Рэда. У Сливки хороший пак собак. Прочи без плюс один. Соответственно, сделать ничего не... Ну, или напасть чуть раньше, да. У Рэда сейчас нету лимита, чтобы дозаказывать еще. И начинается сражение. Здесь Сливки явно больше он начинает на сражение. Бейлинги врываются. Ну, взрывай, взрывай все. Ой, какие взрывы получились. Плохие сейчас для Сливки. Его окружают. И, по-моему, Рэд может здесь отбиться. Может отбиться. Плетками отобьется. Нужно на третью уходить. На третью нужно уходить. Дотекание лингов отлично. Нельзя идти в лоб. Да, да, да. Пошел Сливка на третью. Его сейчас больше, но это ненадолго. И нужно прям срочно-срочно локацию-то выбить. И тогда можно цепляться в этой игре еще за что-то. Роучи. Что это за красное недоразумение, стреляющее за льву? Вот так вот штрафанул одного, отступил. Этих новых штрафанул одного, отступил. Собачки забежали, думаю, крызи, крызи. Вау, хорош, хорош. Сливы сейчас с мейна уничтожают рабов. Там возвращает дронов с третьей локации по окружному маршруту Red. Но Сливка дальше не должен идти по логике вещей, потому что Санки здесь сейчас все разберут. Он уже приступил к реализации плана B. У него уже лэйр, да? Лэйр, четвертый газ. Отменил Red. Red отменил лэйр для того, чтобы отбиться. Сейчас преимущественной технологии у него нет вообще никакого. Сливка сейчас, имея хорошее количество роучей, быстрее сделает плюс два, быстрее сделает мув. И давай третью ставь. И Red очень сейчас логичное с одной стороны действие сделал. Он поставил даже плюс две хаты. А Сливка нет. А Сливка нет. Забегание на третью базу сейчас будет хорошее. Хорошее прям. Испалит хату. Red это увидит, но Сливка-то может даже в тупую сгрызть, правильно? Конечно может. Конечно может. Линги-то с грейдом на атаку очень быстро бы ту хату сожрут сейчас. А она погибнет. С каким черт грейдом на атаку? А у них нет грейда? А, ой, сори, сори, Майкер. Да, да, да. Я вообще совсем уже. Хорошо. Ну, все нормально, все нормально. Что, хата отменяется. И, в общем, очень круто. На самом деле, Сливка заранее делал лэйр, заранее поставил четвертый газ. Соответственно, получил весомый плюс по технологиям. У Сливка действительно все неплохо. Да. Пошел Инфестейшн Пит, и скорость, ну, незначительно, но раньше. То есть, если где-то в поле встретится Роучи, то Red не уйдет никуда. Плюс два очень рано у Сливка, молодец. Просто... А там первый грейд на армор. Найс. И Инфестейшн Пит сверх раны. И газа у него 700 на руках. Это так, пухлики у него рано будут. Так, а по рабочим-то как? Вы показывали рабов? А у Сливки сейчас оптимально. Сливка рабов больше, чем у Рета. Да ладно. Да, да. Алик сейчас не может быть там армии больше сейчас у Сливки, а... Ну, не знаю, я от вас сильно отстыл. У меня где-то 13.00, но PowerCraft Supply на этом тайминге 59 на 48. Вот такие расклады. Отлично, ну это хорошо. Теперь Сливка нужно подгадать под плюс два и выход инфесторов, и пропушить вражескую третью базу. У него будет преимущество по количеству инфесторов, у него будет преимущество по грейду второму, и... Да и нычка у него раньше раскачана, правильно получается? Да, кстати, смотрите, какая ошибка такая мелкая, но ошибка от Рета, он сан... Сливка 6 на 8 рабов! Ой-ой-ой, тут в атаку идет. Хороший момент для Рета, для того, чтобы продавить Сливака. Где инфестор есть? Он строит Санки, может не отбиться, перехалявил, кажется, сейчас немножко Сливка. На 10 роучи сейчас больше здесь у Рета, но можно позицию, можно занять. Короче, там плюс два... Тут со скоростью уже роучи у Сливки, и можно на этом... А, уже у Рета тоже. То есть тут вообще они стенка на стенку, и его больше просто. Санки, санки, санки. Работают королева Трансфьюзы, ну или просто пойти воевать. Рабы пошли у Сливки, это плохо очень, но инфесторы сейчас будут заказаны, дотекание у Сливки намного быстрее, и похоже, что Сливка должен отбиться, обязан. Пронесло. Ай, так, не-не-не, не лезь за санками, за санками, за санками. Инфесторов заказываешь спокойненько. Не лезь, зачем? А, ну он, все, его больше, хорошо. Его больше, и сейчас будет плюс два, и вот она скорость, которая у Рета тоже уже есть, да. Да, неважно, смотри, пять инфесторов и плюс два к атаке. Пять инфесторов. Там вообще инфестейшн Пит у Рета нет. Какие технологии? Какой? Со мной... Да, Рет сейчас дронит, и сейчас Сливка пойдет в атаку. Должен с инфесторами идти в атаку. Пять инфесторов сейчас у него будет, пять инфесторов очень сильно изменят баланс в сражениях, который сейчас вот был между Ретом и Сливкой. И там уже потребуются санки, очень много санок нужно будет Рету, а их неизвестно где ставить, потому что растянулся очень сильно Рет. Третью Хату надо тоже защищать, и сейчас побежит, конечно, Сливка. Тут очень тяжело будет Рету, и это очень хорошо для нас, друзья. По поводу Ретов, по поводу не Ретов, а дронов, точнее, Рет не может их не делать сейчас, потому что он прекрасно понимает, что он позади экономически, нам показывали, что он позади экономически. И Редом, это нормально все. Это очень хорошо, это очень хорошо для Сливки сейчас, наоборот. Пока у него есть масса роучей, а там стенки из роучей нет достаточного количества, плюс второго грейда на атаку нет, Гидра, у нее и прикрытие быстро исчезнет из-за микоза, а потом останется 8 гидролистов, одиноко стреляющих, и бегущие на них роучи. Такая вот будет... Только не на экспант, на третью, на третью ушел, ушел на третью. Да, спокойно, не надо на санке, все спокойно, пусть он там готовится, он лимит не сможет получить качественный сейчас. Ты приходишь, 2-0, против 1-1, второй грейда на атаку у него нет, у тебя уже микозеры на 2 микоза у каждого, Рэд сплитится, опасно. Так, давай, 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 у тебя лимита больше. Сплит хороший. Отличная санка, кстати, краснющая, вот та, которая краснющая санка, ее сейчас очень быстро убьет Сливка, и вот он, ну вот же они сейчас в куче стоят, попытайся... И слева, он пытается максимально есть хороший микоз вниз, нормально, кидай туда дальше, еще кучнее его, кучнее. Вот он, вот он, вот она куча, ну что ж такое, как здесь Рэд четко чувствует, докуда действует микоз, вот радиус этого спела отлично чувствует сейчас. Голландец... А я, у нас здесь коучи поплыли, смотри-ка, там подкрепа была, ну, бежала не туда. Так, ну, с обратно. Кстати, эта подкрепа могла бы попытаться забежать там с какой-то другой стороны или просто в рабочую. Четыре санка стоит на экспанде, он пока пробегать будет, может, во-первых, на подкрепу наткнуться, потому что Рэд все время сейчас тоже штамповал, так еще и мимо санок бы побежал. На самом деле, Сливка очень рискованно вот сейчас действует, потому что, в принципе, он мог бы попробовать дальше развивать преимущества, там, второй эволюшн, там, хайв какой-нибудь или четвертая локация. Сливка выбирает очень агрессивную модель и Рэд пока с этим справляется. Да, и сейчас будет преимущество по грейдам скоро уже у Рэда, потому что он заказал второй, у Сливки его не будет, и Сливка начинает добавлять гидралисков. Олфи, у тебя лагает, когда ты смотришь, там жалуются очень многие на лаги, может, нет смысла... Нет, нет, сейчас я проверю дропы, сейчас дропы проверю. У меня не лагает, дропов нет, я не знаю, в чем проблема. Значит, на этом, на Джессе не проблема, хорошо. Ребят, если, подожди, сейчас последний вопрос, есть люди, у которых не лагало до сих пор? Нет лага, нет лага, здесь такие, все хорошо. На золоте Сливка стравит, Рэд пытается на халяву заморфить Бейлингас. Красиво, красиво почувствовал. Ну, не почувствовал, просто по дороге нашел их, и у Рэда его задумка не удалась. Ой, короче. Ты знаешь, у него не очень мощный лимит, его много, конечно, но у Сливки-то тоже 200, но у Сливки сколько инфесторов сейчас, и сколько у них энергии, это будет куча микозов, это куча инфесторов терранов. Так, главная здесь позиция, очень главная, как будет позиция, 6 инфесторов с полной маной, с полной маной, просто микозами закидывает его. Да, хороший микоз, раз, еще микоза, вот, еще скучковался сейчас, как Рэд, ну, Сливка. Вот, вот сейчас можно тоже, да, второй микоз хороший, так. А почему Сливка все время отступает, все время он уходит и получает лишние плюхи? Он пытается выиграть позицию, в итоге получает лишние удары по себе. Он пытается заставить вот эту вот, полукруг, слиться покучнее. Сейчас ему отменяют золото, к сожалению. Лимит 200 на 200. Я вижу, что у Рэда скапливается достаточно большое количество ресурсов. Не понимаю, почему Сливка не дрался в такой ситуации с Рэдом. На самом деле, вот у Сливка во всех этих моментах в центре у него позиция все время была хуже. Он как-то заранее не растягивал войско. Рэд очень толково, вот, постоянно заранее войско растягивал. А Сливка был вынужден искать другую позицию, за счет этого не мог принимать сражения. Четвертая хата здесь Сливка теряет и сейчас получается уже 4 в 3. Не отменяет, да-да-да. Но надо сейчас Сливка выигрывать генеральное сражение, которое у Рэд сейчас совершенно невыгодно принимать. Вот, а потери Аверсира, кстати, тоже не совсем приятны. Вот, вот и поймал. И дальше, дальше. Добрасывай, добрасывай. Выигрывай. Здесь Сливка должен выигрывать сражение. Ну еще Микозы, ну где Микозы? Ну куча, куча энергии. Кидры у Сливки, у такой ДПС жесткий. Два грейда на атаку. Не успел Армор сделаться. Под заказ у Сливки больше, чем... Боже, под заказ Рэта 22 гидральска и всего 7 роучей. Здесь же столько энергии на Микоз. Микоз же гидру сейчас будет отлично разбирать. Какое забегание красивое от Рэта получилось. Минус Королева на муне. Рабочих на четвертую базу. Срочно переводить рабочих на четвертую базу. Четвертой базы нет. Сливка, у тебя одна возможность. Ты идешь в атаку и убиваешь. Просто идешь и убиваешь. Ты можешь, ты можешь. Сейчас отличная возможность. У Рэта перебор по дронам, мне кажется, сейчас небольшой присутствует. У него нет роучей, у него чистая, по сути, гидра. Голая практически гидра. Вот сейчас, понимаешь, он не успел, не поймал. Потому что сейчас уже плюс 16 роучей. Их сейчас около 30 тараканчиков есть. Они примут на себя дэмэдж. А от гидра она делает его. И вот сейчас... Никто не отменял инфестеров. То есть сейчас можно снова кинуть Микоза. Там забегание от Рэта на нычку нам не показывает, но оно и есть. Позиция у Сливки не очень хорошая. Очень много позиций на Рэта. Да, он, конечно, здорово выбирает место. Давай, кидай Микоз, закидывает инфестеров на остаток. Здесь очень важно тебе додавить, потому что тот хаос, который творится на третьей базе, который нам не показывает, он есть. И Сливка не додавливает. И Сливка отступает. Да, инфестеры терраны не успевают вылупиться. Неплохо. Вон, дотекание на дотекании. Давай, 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 давай. Можно, можно, можно. Гидра одна осталась, она краснючая. И не-то больше на 20. Давай, дави. Гидра убивают беззащитную Роучи. Роуч Варен можно снести. Тут Роучи забежали. А, там плетки. Отбился Сливка. Молодец. Тут и есть какие-то войска. И дотекание ловится постоянно. Есть еще инфестеры терраны. Неужели пробивает здесь Сливка? 92 лимита Рэта. Роуч Варен потерян. А, нету Роуч Варена теперь у Рэта. Сможет сейчас делать Роучи. Это очень важно, потому что чистая Гидра здесь вообще ничего не сделает против Грейджиных с двумя арморами Роучи. Жирнючих. Теряет он и Роуч Варен. Потеряет Экспансию. А, Лэйр на втором Экспансии. Лэйр, Джи, Джи, 1-0 Сливка ведет. Ладно. Рэд закатнул по красоте. По таймингу на третью базу. Взял, отменил, отступил и построил. Брюс, я думаю, сейчас доволен. Доволен, Брюс. Хорошая игра. Хорошая игра, безусловно, в исполнении Сливка здесь была. И очень толково он исполнил вот эту самую заготовку Роучист плюс один. Очень толково. И заранее делал Лэйр, заранее переходил в технологии. Хорошо, действительно, реализовал. Я бы отдал должное Рэту, что этот парень выбирал позицию почти всегда идеально. Но смог додавить за счет ДПСа все-таки своей очень классной по составу армии Сливка. Ну и что, 1-0. Осталось взять один сет. Ребята, пол первого ночи 6200 человек нас смотрят. Все пришли поболеть за Сливку. Вот это, я понимаю, поддержка комьюнити. Я думаю, что если бы Сливка знал сейчас, сколько людей его поддерживает, следующая игра была бы не менее крутой. Но и так она может оказаться таковой. Вот, если Сливка сейчас... Очень рекомендую, Олс, тебе для того, чтобы немножко взорвать общественность после этого еще, посмотреть, показать комментарии 628 на последней странице. 628 на последней странице. Показали, кстати, лицо Рэта, человека, который, ну, наверное, все-таки неожиданно с точки зрения общественности. Это не наше, а европейское, проигрывает первый сет. Рэд так немножко взволнованным выглядел. Это хорошо, потому что уже этого аса, конечно, опыта игр хватает. И я думаю, будет неплохо, если он будет нервничать в решающий момент. Ах, ну, так это известный факт, что Сливка прошел через корейские квалифайеры, в принципе-то. Да, 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 это известный действительно факт. Проблема в том, что у корейцев, у прочих азиатов очень, в общем, серьезные моменты такие есть с достижением Бразилии. И с получением туда визы, там, и всего остального. Поэтому вот только у Супернова получилось, и именно поэтому Сливка представляет формальную Южную Корею. Действительно есть такой факт. Потому что изначально должно было быть три корейских инвайта, ну и вот. Корейцы тащат пока на этом турнире, что я могу сказать. За Сливку проголосовало 550 человек на тему Ликвиде, кстати говоря. Огромный отрыв, 43%, это общая заслуга фанатов. Я думаю, что нужно будет активизировать еще после этого матча. Но расслабляется не стоит. Рэд, товарищ такой опасный. Сливка проиграл в первом матче с НАТО. Один сет, первый, самый, первый, самый. Ну и, в общем, сейчас Рэд, который, как мы помним в начале, в интервью в своем предматче вам отметил, что Сливка и Снут игроки примерно одного уровня. Но я думаю, сейчас у него должно было, в общем, что-то... Отвиснуть челюсть. Да, 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 что-то такое зачесаться. По поводу этой фразы. Ну посмотрим. Сливка, конечно, очень хорошо провел первый сет. Мне кажется, вы знаете, друзья, что немножко Сливка играл с позиции макро очень хорошо, а Рэд сыграл с позиции микро. То есть он в микро-сражениях, он постоянно был в лучшей позиции, но Сливки было так много в макро, что в итоге он таки-то давил. И вот макро... Именно решения у него глобальные в игре были правильнее, чем у Рэда. Как раз вот своевременные атаки. У него, по сути, было две сверхсвоевременные атаки, ну и один такой терпеж, прям конкретный, когда вот Рэд тоже вроде как правильное решение принял, у него больше лимита. Сливка перемасила рабов, у Сливки лучше технологии. Вроде как нужно за это, ну, как-то пытаться наказывать. Но Сливка очень четко по таймингу сыграл. В первой и во второй атаки. Молодец. Да, Рэд, безусловно, обошел в микро-моментах во многих. В позиции самое, наверное, главное его преимущество было. Кросс-риспы, Даша Корресплатто. Посмотрим, что приготовит Сливка. 15-ю хату, мне кажется. Вот сейчас надо уже... Никакого... Слушай, пул? Девятый пул? О, Сливка какой уменьшка! Девятый пул сейчас будет ставить, алынить будет. Ай, молодец какой! Ой, красавчик. Это всегда вызывает уважение, потому что, ну, для этого, во-первых, нужно иметь более-менее такие прочные... Кругляши, кругляши. Кругляши, да, шарики. Вот. И с точки зрения психологии, после того, как ты человека в макро переиграл, и на шакуросе, вот, мысль-то у тебя, Олсик, в самом начале абсолютно логичная, да? 15-я хата. Очень сложно ощущать. И Рэд, да, мистер логичности. Он именно, в общем-то, так и планирует. Ну, он газ почему-то ставит. Не, на самом деле, как бы, Рэд играет сейфово. Это такая... Ну, есть некоторые игроки, которые, будучи в проигрышной ситуации, стараются как можно нахалявить, думая, что... Все думают, что они будут играть сейфово. Ну, то есть, пытаются перехитрить. В общем, сейчас, возможно, Рэд перехитрил. Да, он добьется. Возможно, Рэд просто не запаривался вообще, и просто... Я всегда буду играть газпулом. Вы знаете, на самом деле, вот, дело в том, что 9-й пул против 14-14, тут все не так просто очевидно, как кажется. Дело в том, что вот 14-13, например, этот билдор считается вот вообще супер-пупер-сейф. И от 10-го пула, например, конечно же, легко очень отбиваешься. А 14-14 вроде бы разница в одном дроне, но это разница, которая дает лишние 10 секунд. Лишние 10 секунд, которые сливка может использовать. И вот заготовка, сливка будет копиться, немножко подкопился, и сейчас Рэд, по идее, который разведывает, который летит своим оверлордом, ничего не видит. То есть он должен был бы увидеть этот раш, да? И сейчас он, возможно, закажет не так-то и много. Но тогда по грамотному нужно свернуть на северную золнаду, чтобы оверлорд облететь. Но он этого не делает. Блин, ну скорость заказал, скорость надо отменить, сейчас намасить... Не сможет сливка задавить. Давайте взглянем правде в глаза. Тем более Рэд сразу делает полетку. Если бы была пятнадцатая хата, то да, вот сливка прибегает, видит пятнадцатой хаты, нет. Что делать? Да, да. Приходить, ставить плетки, стараться, что... Ой, подрезает дрона, хорошо. Слушайте, плетку сейчас сожрет, да? Нет, не сожрет. Ему нельзя было размениваться. Понятно. Давай, давай, давай. А, отменил плетки сливка. То есть, типа он... Ну, рабочих нужно возвращать, он двух рабов пока не вернул, сейчас вернул. Да, еще не вернул, да. Проблема заключается в том, что... А, и тот отменил плетку. Хотя тут квина уже, и довольно сложно. Проблема в том, что будет намного раньше скоростью Рэда. Да, очень скоро она будет. У сливки ее вообще в этой игре, скорее всего, мы не увидим. Но если, конечно, нигде Рэд не ошибется и не даст шанс сейчас. Смотри, додроневый сейчас. Три плюс дрона делает. Сливка. Ну, ему как-то нужно терпеть. У меня сливка. Ну, конечно, да. Сливка-то сейчас приходится делать дрон, потому что он по дроном отстал, и очевидно, что с такого положения надо как-то выпутываться экономически прежде всего. Брюс, кстати, сказал, что это была заготовка под первый сет вообще, если бы там не ближние респы были. Но вот в итоге сложилось так, что играет сливка на сете втором, и, как видим, пока, к сожалению, не особо выходит. Дело в том, что вот у Рэда мув, и когда у оппонента мув, то вот настолько надо жестко оборонительную позицию занимать сливка. По-моему, это БВ-стайл, выстроил стеночку, стоишь, терпишь. Сложнее, конечно, чем в Рудваре ее выстраивать, но вот мне кажется... Но тут не в этом дело, понимаешь? Не защитит. На мэй не можешь стенку поставить? На натурале стенку невероятно сложно. Пока мэй не раскачан, ничего такого прям критичного нет. Есть еще возможность полномерно выйти в экспанд. То есть это не стоит игры. То есть... Еще они все потеряны. Безусловно, надо продолжать бороться, и бороться будет сливка. Ой-ой-ой, Рэд делает бейлингов и пытается прорваться. Странный ход час от Рэда, почему было не подождать бейлингов? Это на самом деле... Очень странно, потому что... Либо он делает дефенсных бейлингов, либо он просто вот так вот разменивает собак, даже отдает, я бы сказал, собак, потому что... Учитывая то, что это стенка на стенку, он мувлен их своих псов, квина сзади помогает. То есть получается, что... Да, он просто мув отключает. То есть он говорит, я сделал мув, но давай, в общем, по-честному, как настоящие мужчины, воевать без мув. Окей, говорит сливка, и, собственно, абсолютно спокойно там в сражении выигрывает. И, в принципе-то, если бы мы сейчас не увидели дотекание лингов от Реда, а просто он бы тронился, то у сливки могли бы появиться шансы. Но сейчас вот будут бейлинги, и могут быть проблемы очень серьезные с этим. Да, Ред заказывает 10 псов. Сливка не чекал точно экспант, но... Стоп, а он что, плетку отменил в прошлый раз? У сливка есть... Ужасная проблема, он только начал добывать газ, по сути. И, на самом деле, вот такое бешеное отставание по технологиям, это, конечно, всегда печально. Ты знаешь, он сделал очень крутой мув, когда он играл на Шеттерде против Снута, он поставил бейлинг Несс до скорости. И в этой игре он делает то же самое, и надо было еще раньше, на первые 50 газа надо было заворачивать этот бейлинг Несс. Блин, сейчас нужно терпеть с плеткой, как-то нычку свою защищать. Да ну, от 6 бейлингов как же ты тут затерпишь? Тут просто экспант... Плетка есть, две квиныны, ну да, не успеет достроиться. Вот плетку бы ему успеть перекопать, но, боюсь, что это уже невозможно. Но здесь не так уж и много в принципе лингов с другой стороны, если бейлинги ворвутся не удачно. Кунхат утеряет, вот в чем дело. Он теряет, ой, собаки забегают, окружает Квинн, плетка оттелывается с лишним. 1-1. И это ГГ. Ну, друзья, 9 пул Лэн, это, точнее, как тут было несовершение, что уже Лэн, но если он не проканал, отыграться невозможно. Ну как, Олс, он трех рабов срывал, это в принципе и было. Лэн там, рабы, которые на мэй не остались, это скорее для, там, организации дотеканий и так далее. Но если просто трех рабов срываешь, то сложно говорить в каком-то равном продолжении. Да, есть вариант 9 пул Лэн вообще со всеми рабами, но тут, к сожалению, ничего не получилось. Ну ладно, будем ждать заготовки на сет третий. В принципе, ничего еще не потеряно. Снута как раз сливка 2-1 и обыграл, и решающий сет, нервы на пределе у нас, у игроков, и, я думаю, у многих зрителей. Будем болеть, будем смотреть, что подготовит сливка, точнее, что подготовил сливка на сет третий. Кто у нас еще? Бейлинги остались, да? У нас, да. Ну вообще, кстати, отличной заготовкой было бы опять сыграть то же самое, и Ред сейчас может и халявит. Ну, ты знаешь, вот мне кажется, нет, не стоит рисковать. Вот на Шакурас Платон, на карте, где, на самом деле, в отличие от того же Талдорима, о котором мы сегодня говорили, что там 15-ю хату не ставят, потому что там ее сложно защитить, Шакурас-то в этом плане совсем другая карта. Здесь самый настоящий спуск, не такой уж и широкий, здесь можно защищать 15-ю хату. Если Ред на такой карте, в общем, пытается играть сейфово, это говорит о том, что он рисковать не хочет. И, судя по всему, против него, наверное, такое делать не стоит. Ну, не знаю, сложно, конечно, прочитать психологию такого матерого волка, как Ред. Ребят, давайте учтем, что Усню-то уже выиграл Сливка, и как бы настрой уже совершенно... Не-не-не, надо выиграть. Надо, 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 понятное дело, но и сильно расстраиваться поражению тоже сейчас не стоит. Нет-нет-нет, надо тащить. Надо расстраиваться и надо выигрывать. Ой, как аппетиты-то растут, Майкер, аппетиты растут, понимаешь, если раньше... Не, ну Ред, безусловный фаворит в этой группе. Аппетит приходит во время еды, Олси. Еда-то получилось очень ничего в первом сете. Спору нет, спору нет. И Антиго, Антиго хорошая карта для того, чтобы... Для того, чтобы сидеть в обороне и ждать того, что Ред сам будет где-то ошибаться. Ну вот опять, карта по концепции немного похожая со Шакурасом, то есть здесь опять же вполне вероятен вариант вот просто 15-ю хату поставить изначально. Но вот опять же, психология Реда, это, конечно, такой сейчас крепкий орешек. Да-да, после второго сета он подтвердил, что его психология в принципе-то на уровне и что он в Майнгеймсах не собирается сливку проигрывать. Но пока что мы видим, что ни с той, ни с другой стороны. Вот, кстати, это было бы оригинально сейчас видеть с его стороны уже девятый пул. Но мы этого не видим. Да, но Ред, безусловно, игрок такой, который, знаешь, вот скорее отыграет в трех играх подряд 15-ю хату, чем в одной из этих трех игр 6-й пул, потому что... Ну это не его. Это просто не его. И вот сильные стороны это как раз макро с кучей рабов, с кучей юнитов, вот это Ред. Да, и Димага против Касса второй сет на Шакурсе, 6-й пул. Ты знаешь, сегодня даже Нести сыграл 6-й пул, поэтому... Понятно, да, что иногда бывает... Интересного просмотра, друзья, вам сегодняшнего GSL. Если кто еще не смотрел, ну а там 15-я хата от Реда, а сливка играет в газ-пул. Стой, 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 сливка подожди. Пулгаз? Сыграл пулгаз. А, пулгаз, да, с вами пулгаз. Хм, интересно. Сегодня мы уже видели пулгаз, кстати, опять-таки, от того же сливки. Что это было? Это было... Дай вспомню, пожалуйста. Сейчас, это был пулгаз в... в бейлингах и в хату. То есть в хату, а потом в бейлингах. Вот так. Это интересный ход. Ну, вообще, вот, кстати, по поводу пулгазов, то если пулгазов, если пулгазов на более-менее раннем лимите, там от 10-го до 12-го, то это почти всегда означает бейлинг-нест. Но тут-то был пул абсолютно стандартный, пулгаз был 14-й, ну и, соответственно, здесь вариантов море. Можно вот что угодно играть с таким газом, но только, ну, вот, как правило, варианты через мувлингом сначала, а потом бейлинг-нест, они не так выгодны как раз за счет более позднего газа. Да, достраивается уже хэтчери урета, тут только линги выбежали, конечно же, никак именно саму хату Сливка не напряжет своему оппоненту. Может. Не, но именно вот на данный момент пока что. Ну да, медленные собаки. Медленные собаки, и вот она действительно хата, вот она действительно хата, и сейчас, если Сливка возвращает всех рабов на газ, ну, в смысле, трех, то, естественно, будут бейлинги. Пока он на дневни не вытаскает, посмотрим, добавит или не добавит. Он увидел хату, оверлордом долетел где-то секунд 15-20 назад, но тем не менее, да, увидел 6 псов, решил, пока хватит. Ред делает быстрее бейлинг-нест, и Сейв его будет играть. Видим плеточку. Смотри, Сливка продолжает одним рабом газ добывать. У него очень медленно притекает газ, по-моему, это один раб. Ну, значит, сейчас до заказа будет тогда рабов, и спокойно будет раскачивать нычку. Если Ред нет, бейлинг-нест. Ну, видимо, тоже дефенсный бейлинг-нест. Он мог его раньше тоже поставить. Все в угоду рабам делают сейчас с Сливком. Вообще, интересный билд Сливка. С одной стороны, вот у него немножко более поздний газ, соответственно, чуть-чуть упора на минеральную экономику в ущерб технологиям, но с другой стороны, ну вот с этим самым упором он все равно остается немножко позади Реда, в этой самой минеральной экономике, просто из-за того, что Ред в хату играл изначально. В смысле? У Сливки сейчас плюс четыре дрона, как минимум. Ну, сейчас это... Точнее, у нас разные тайминги, как всегда, да? Но сейчас это возможно за счет того, что Ред на каком-то этапе там с лимитом зафтыкал у него, было дело. На лимите там 28. Сливка, кроме четырех псов базовых, собак больше не строил. Ну, и Сливка... Все остальное, да. Ну, посмотрим, короче. Сейчас добыча минералов у них началась, ну, Ред, кажется, там очень лениво начал добывать, то есть потратил одного рабочего на санку, да, заказал еще двух псов, и у него там трое рабочих было некоторое время на экспанте. Нет, все-таки Ред сейчас уже впереди, 37 на 34. Плюс у него очень застраиваются четыре раба. Поехал ставить третью хату сейчас. Я слегка пропустил, это собака и не увидел. Да, выходит, что вышел. Никакого плюса, получается, Сливка за счет раннего мува не получил. Да, вот довольно в итоге странно, что никак же не использовал, по сути, свой билд, отличие, точнее, от стандартного билда Сливка, но вот никак не использовал. Первые линги, конечно же, оппоненты не могли напрячь. Тайминг мува, опять же, никак он использовать не смог. По экономике он все равно все немножко хуже. И очень обидно, конечно, что вот так вот третью хату дало поставить. Ред снова, как и на Металлополисе, играет очень быстро третью локацию. Смотрите, а здесь опять Роуч Варен, и опять сколько у нас работает газа? Сейчас два. Ой, спалили, не спалили? Вот бразильские покажут, не покажут? Эволюшн или Роуч Варен? Спалили ли псы забегающие? Крайне важно. И, видимо, спалил, Ред ставит сам Роуч Варен. Да, ну, в принципе-то сейчас Ред достаточно сильно вложился в третью хату, и даже если... Ну, с другой стороны, расстояние по земле очень большое, пока Роучи дойдут. Очень много времени у Реда, и... Сливка тоже ставит третью хату чуть позже, но я не думаю, что это сильно критично. Вот если Ред ее сейчас отменит, а он именно на нее и бежит, вот... Да, Аверлорд очень грамотно повешен был Редом, и хата похоже на меняется. Он спалил дрона. Ну, там бейлинг есть, он может рвануть по чудесам, но не получилось. Есть еще два бейлинга. Успеет ли... А вот этот... А, и там дотекание какое от Реда бежит. Неужели здесь Сливка сейчас просто вот так отдает свою третью хату? Если отдаст, это очень грустно и очень печально, но в итоге не отдает, и Ред решает, что, может быть, стоит забежать, и нет. Не забегает, принимает сражение и сливает всех своих... Где бейлинг? Где бейлинг? Он не нужен. Он не нужен. Нет, интересно просто его судьба, он был один, и он бегал к своей цели, вроде был молодым и зеленым, и тут через 5 секунд его уже нет. Ручи пошли, ладно. У Реда быстрее плюс 1 к атаке, у Сливки быстрее лейер. Довольно странный такой поворот. Причем у Сливки есть на руках довольно большое, да неприличие, я бы уже сказал, большое количество газа, и не совсем понятно вообще, на что он копит. Фестейшн Пит, наверное, опять, как и на Металлополисе, в принципе-то, сильная тема. У него есть эволюшн, он должен по-любому было заказать Грейп плюс 1. Ну, нет, смотри, Майкер, ну просто, если бы действительно был расчет на Рачейс плюс 1, а какой-то тайминг, то, безусловно, он бы сразу на это газ потратил. А если он сейчас продолжает газ копить, то это намекает уже на другой сценарий игры, да, это вполне вероятная мута, хотя от Сливка... Королева, Королева сейчас получит хорош Сливка, отшел Королеву. Правда, лингов сейчас сольет много, но... Можно еще попробовать дронов парочку забрать. Не, ну не уйдешь, но надо было бы пытаться хоть дронов. И ушел, убрал еще немножко лингов. Ну, не в 7, но все равно. Королеву забрал, это третья хата. В принципе, он сейчас вот отставание по третьей хате, учитывая то, что там по дронам не критичная разница, вот, а по инъекциям была бы критична немножко, возможно, в какой-то момент. Ой, а что, упустил-то Рэд, почему не стал догрызать сейчас? Хороший взрыв, хороший, хороший был взрыв. Пять собак. Слушайте, а где армия Сливка? Он под... У него есть какая-то оборона? Да, вот подходит Роучи, наконец-то. Но Рэда здесь уже много, Рэд идет... У Рэда плюс один есть, у Роучи. Сейчас отбиваться либо чистыми тараканами, потому что собаки будут терпеть очень жестко. Две ковины на третьей базе. Вот пришли Роучи, пошли в атаку рабы. Ой, как здесь больно. Получают так мало Роучи сейчас у Сливки. Не похоже на то, что вот что-то он придумает сейчас где-то... А, вон 12 Роучи в заначке. Неплохо, но они выходят очень неудачно из третьей хаты. Ни зачем дерется, пока не пришло до Текания. Здесь Сливка. Там еще и, смотрите, пять Роучей на этой третьей хате в яйцах сидит. То есть они сейчас выйдут, тоже отдадутся. Очень грустно. До Текания попытался Сливка поймать. Очень похоже на то, что была Сливка с Ньют в третьем сете. Помнишь, Миш, на Антиге? Вот, очень похоже получилось и здесь. Раньше третья хата, накопил Роучи, пришел, Сливка не готов. Вот так. И решил даже Рэд не размениваться. Третью хату, а пойти сразу на вторую и здесь заняться с дронами всем, чем он хочет. Красиво Сливка окружает, но этого недостаточно, скорее всего. Нет, слушайте, разбирает Роучей. Разбирает? Нет, нет. Да какая разница? Он 20 дронов к минимуму уже к этому моменту потерял. Он уже убит. 70 на 120. Ну ладно, да. Хорошо. Так, главное сейчас не слить вот этому аутсайдеру и выйти спокойно на втором месте из группы и сделать выводы относительно этой игры. Правда, какие выводы? 2-1. Совершенно другой сценарий получился у этого Бо-3.